Песня «Красно-солнышко» Ну и наконец зрители оценили выступления творческих коллективов со всей Московской области. Артисты зарядили всех пришедших отличным веселым настроением. В конкурсе участники могли попробовать свои силы в четырех номинациях. Это дегративно-прикладное творчество, народный танец, народное пение и игра на народных инструментах. Все, кто любит народное творчество, русскую песню, русские танцы, что-то делает руками такое, кто-то делает что-то новое, кто-то исконно русское, кто-то работает по бересте, куклы обереговые. Ну то есть абсолютно разные экспонаты сегодня мы увидели. Это прекрасно. Оценивало старания участников профессиональные жюри, в числе которых члены Союза художников России, Совета дизайнеров Москвы и преподаватели Губернского колледжа искусств, то есть самые настоящие профессионалы своего дела и люди искусства. В этом году на конкурс было прислано более 240 заявок из 33 муниципалитетов, но в финал прошло всего 146 человек разного возраста. На фестивале народного творчества «Красно-солнышко» присутствовало множество почетных гостей, которые пожелали участникам удачи в творческом состязании и поблагодарили их за то, что они неустанно дарят радость другим своим творчествам. Благодарны Министерству культуры за то, что они поддержали конкурс имени человека, который любил свою страну, трудился ради нее и воспевал именно русскую народную культуру. Спасибо вам большое. Я уверена, что русская народная песня и то, что сделал для нашего края Владимир Левашов, будет жить вечно вашими голосами, вашими руками, вашими ногами и вашими талантами. Фестиваль проходит в городском округе Щелково уже не первый год. За это время он собрал на одной сцене множество талантливых людей, которые поют, танцуют, мастерят своими руками и вдохновляют других заниматься творчеством. По итогам конкурса победители в каждой номинации и возрастной группе были награждены дипломами и специальными призами.